Всем приветик, мои хорошие. Сегодня начинается мой новый влог, который я назову влог поездка в Сочи. Наверное, я разделю на несколько этапов, я думаю, или может сделаю в один большой влог, не знаю пока что. Это я потом чуть попозже определюсь с этим. Но я решила начать этот влог с того, что я сейчас нахожусь в Чебоксарах, также в своем городе, и ровно через день мы собираемся и улетаем в Сочи. Впервые в Сочи, мы в Сочи еще ни разу не были. Мы улетаем вместе с моей мамой, вместе с моей сестрой-близняшкой Сашей, я думаю, вы ее все знаете, и полечу я с ними. В общем-то, сейчас сзади у меня просто беспорядок, потому что я сейчас смотрю свой сериал «Полицейский с Рублевки». Я решила начать смотреть снова с первого сезона, чтобы до конца досмотреть его наконец-то, потому что я в прошлый раз его так не досмотрела. И я собираю вещи. В общем, у нас тут возникла такая некая проблема, даже проблемы, я бы сказала, насчет багажа. Что конкретно, какую сумку, какой чемодан мы возьмем. В общем, проблема заключается в том, что мы не знаем, что нам брать, потому что мы оплатили 10 килограммов в багаже. И нам нужно именно сделать так, чтобы багаж именно весил где-то меньше 10 килограммов или 10 килограммов, но не больше. Вот. И поэтому мы вначале подумали, что мы возьмем свои большие чемоданы. Но эти большие чемоданы мы измерили, они без одежды, пустыми чемоданами мы измерили, пустые чемоданы. А они уже весили 10 килограммов, за счет того, что они, во-первых, большие, они у нас тканевые, плюс еще к тому, что там металлические ножки, колесики, они весят 10 килограммов. Поэтому мы решили взять вот такую сумку. Я, конечно, уже от этого не в восторге, но что поделать, поэтому мы берем сумочку. Вот. Но пока что я собираю свои вещички, смотрю сериал. Вот у меня купальники. Кстати, на этот раз у меня 5 купальников. Мы едем на 7 дней, на недельку, у меня 5 купальников. Все просто, мои друзья, немного такие в афиге. Сколько? 5 купальников? Ты серьезно? Вот. Поэтому на каждый день, что могу сказать, купальники, купальников мало не бывает. Вот. Поэтому сейчас я буду собирать вещи. Вернемся тогда, когда я уже соберу вещи, посмотрю, сколько килограмм будет. Возможно. Короче, посмотрите. Я собрала несколько пакетиков. Я очень надеюсь, что тут будет не 10 килограммов. Очень на это надеюсь. В общем, первая пакетика у меня с купальниками. Я решила взять все же не 5 купальников, а 4. Мне Саша уговорила, чтобы я не брала свой пятый купальник, который и так старый. Я, в принципе, в нем фоткалась уже. Вот. Ну, шляпка. Потом тут все домашнее. Тут не буду вам показывать. Тут для дома пижама и так далее. Вот. Тут джинсики. Одни я джинсы решила взять. И вот такой вот пакет с шортами, джинсами. Короче, всей основной одежды. То, что для вечера я беру не так много, потому что мы все же едем на 7 дней. И эти 7 дней, если 2 дня еще вычитать, то это будет 5 дней. Мы будем отдыхать. А 2 этих дня мы будем как раз-таки ехать в этой одежде. То есть, ну, будем все это время лететь все эти 2 дня. Вот. А 5 дней мы будем там вот в этой одежде. Короче, я взяла не так много. Взяла все по минимуму. Вот эту сумочку маленькую возьму, конечно же, свою любимую, чтобы там ходить. Это нужно... Кстати, вот эти мои новые брючки. Они очень-очень классные. Я их купила в Enjoy Store. И их нужно укоротить, потому что они очень длинные. Вот. Там крема лежат. Короче, сейчас еще обувь осталась. Из-за обуви я, наверное, возьму одни кроссы, которые будут так на мне. И возьму, ну, кроксы, понятное дело, для пляжа. И, наверное, возьму босоножки. Думаю, хватит на это. Потому что много я тоже не планирую брать одежды. Возьму только вот по минимуму. Ну что, снова врываюсь во влог. Я опять про него благополучно забыла. В общем, прошел ровно день. Сегодня 10 число. Завтра 11. День вылета. Когда мы будем вылетать? Мы завтра, наверное, очень рано встанем. Часов в 6 утра. Вот. И поедем в аэропорт. Наверное, часов в 12 дня. Потому что у нас вылет где-то в 2.30 вроде как. Или в 2.20. Ну, плюс-минус. Там у меня по документам все написано. А чуть попозже будут, кстати, в документы. Где как раз-таки все оформлено уже. Все отели, билеты на самолеты и так далее. Все есть. Мы приготовили, короче, одежду полностью. Вот. Там лежит моя сумка, которую я положила в ручную кладь. И вот здесь вот снизу лежит моя сумка, которая будет в багаже. Короче, мы кое-как уместили. Плюс-минус у нас вроде меньше 10 килограммов выходит. Так что я очень рада, что все получилось сместить. Вот. Единственное, в чем проблема, в том, что я очень мало лука взяла. Я-то хотела классных много лука взять. Образов, чтобы можно было пофоткаться там. Ну, я взяла так, чтобы можно было стилизовать их. Чтобы можно было их как-нибудь так сочетать с собой. То есть более базовой вещью. Вот. А сейчас скоро мы будем ложиться спать. Я уже смыла макияж. Вот. Сейчас сделала укладочку себе, чтобы завтра не мыться. Чтобы на это время не тратить. Вот. И я смотрю, полицейский срублювки и решила пересматривать. Ну, вы уже знаете, я вам об этом говорила. Вот. Так что завтра, наверное, с вами встречусь с утра рано, как только проснусь. Сейчас вот будет такой переход, если я про него не забуду. Все. Давайте до завтра. Ну что, все. Мы переместились уже на утро. Я думала, что я сниму, что я вся сонная. Но нет. Мы, короче, проснулись. Мы с Сашей чуть не проспали. Потому что я ставила будильник на 6 часов. По итогу у нас с криками заходит в комнату мама и говорит, вставайте. Почему вы еще не встали? Уже было на часах 6.35. Что-то где-то плюс минус 100. Короче, у меня просто тупо не прозвенел будильник. Мне это прям так забесило, что я немного утром злая была. Вот. Сейчас я уже накрасилась, собралась, сделала укладку. И сейчас мы будем с Сашей одеваться, потому что нам нужно сходить, сбегать в магазин. Здесь недалеко. Купить все, что нужно. Все, что нам не достает. Вот. И немного страшно. Но скоро мы, наверное, где-то к 12 уже будем выезжать в аэропорт. Даже не к 12. Мы уже будем там в 12. Пораньше будем выезжать. Вот. Короче, сейчас просто идем в магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, ну что, все, мы заселились. Посмотрите, какой у нас отель. Мне очень нравится. Во-первых, я рада, что тут несколько зеркал. То есть первое, второе, и там еще ванной. Тут, ну, как обычно, во всех отелях лежат. И у нас три кровати. Моя кровать вот эта. Саша себе заняла вот эта вот. Сможешь снимать там влог. вот я решила вот это занять здесь мама будет мы еще взяли с балкона смотрите у нас квартал спортивный вот мы еле нашли просто номера это кстати вот эти вот все дома это не просто жилые дома вы тоже возможно могли это подумать но это все вот как раз таки номера где заселяются только-только приезжие люди вот балкончику такой маленький но очень классный там еще видно кстати горы посмотрите какая красота давайте покажу вам ванну как она выглядит просто посмотрите но не скажу что прям лакшери но неплохо тут как обычно кстати это намного лучше кто смотрел влог с питера поймут меня в том то что тут там ужасно было ванная тут есть ванная полноценная просто сейчас я вам большую сделаю вот такая вот ванная и не маленькая и небольшая вообще идеальная просто зеркало слабого есть финн кстати надеюсь он будет рабочий не как в питере было у нас вот вот такая вот ванна ну как обычно все в комплекте шампуни шампуни полотенце мыло и все так далее ну короче как во всех обычно базовых отелях бывает вот так вот сейчас мы кстати будем а наверное отдохнем немного после самолета переоденемся я скажу в душ потому что я очень хочу вот и и мы поедем наверное пойдем точнее на ужин вот нам все объяснили где что находится но очень очень красивый квартал поэтому мы пока что будем все рассматривать обсматривает вот а вы следите за дальнейшим влогом че стены таши стены шоу и на вода талса сетон полон че золото в общем мы сейчас все на ужин мы быстренько оделись мы сзади саша вот очень просто хочется кушать и вот муку я быстро быстро в душ сходил оделась собралась это просто на самые быстрые мои сборы за пять минут вот реально за пять минут получилось мы сейчас просто гуляем по нашему квартал смотрим какие тут есть разнообразные места тут дискотеки идут тут по всяким спортивным штуки короче конкурс и так далее короче очень классно короче ребят я сейчас только-только сходила в душ в принципе это и видно мои прически вот и сейчас я ванной нахожусь я сейчас буду сушить вот этим вот прекрасным феном вот этот фен они одинаковые в отелях везде я очень сильно буду надеяться что он будет рабочим потому что когда я была в питере в отеле у нас отель попался просто ужасно хотя считался хорошим четырехзвездочным вроде как вот и был такой же фен и он раз на раз только работал то есть он включался работал и переставал резко работать я очень надеюсь что это работает я пока не могу включить его потому что у меня там сошло мне по телефону говорят я боюсь что я не помешаю потому что тут все слышно акустика такая что все слышно все вот короче мы рассказывали всю предысторию мы хотели кушать мы очень быстро собрались на ужин мы пошли покушали что могу сказать ну чист вроде по идее очень даже вкусно но на вид это чисто столовка но я снимала я думаю вы видели вот я бы хотела получше что было вот туда рядом есть ресторанчик кафешечка следующий раз мы идем туда мы решили попробовать все места на завтра я не знаю где у нас будут планы может быть мы возможно даже а это большая вероятность что мы будем на пляж на море вот поэтому либо мы завтра поедем на экскурсию сейчас Саша с вами как раз звонят договариваться насчет экскурсии вот так вот я вам говорила про то что тут находится спортивный зал и мы саша обрадовались сразу то что у нас нашу стоимость она входит мы можем спокойно по утрам бегать тут ходить в спортзал и так далее и меня только потом осенило что я нифига не взяла спортивный костюм потому что я не даже не могла предположить что тут есть спортивный зал потому что мне Саша так и говорит не бери спортивный костюм мы по любому все в зал не будем ходить как только услышали что тут есть зал все у нас сразу загорелись обе глаза мы хотели теперь ходить в зал а у меня нету спортивного костюма но у меня есть выход у меня есть шорты такие более пляжные джинсовые то есть они такие короткие я думаю для спортзала ну плюс-минус подойдут у меня есть типа купальник а-ля топ спортивный он очень похож на спортивную короче все я нашла себе одежду спортзал не забудем ли мы ходить не будем потому что мама говорит что у вас времени так мало и не думаю что у вас времени будет на спортзал ходить но я бы очень хотела бы посетить его Короче, мы будем думать. Ну да, а дальше я пошла спать и благополучно забыла про свой влог и записать концовку. На этом влог подошел к концу. Я очень надеюсь, что он тебе понравился. Жди продолжения следующего дня в Сочи.